Здравствуйте! В эфире программа «Город. Действующие лица». Меня зовут Алексей Шлепов. Сегодня мы с вами поговорим о безопасности. Сегодня мы поговорим о полиции, о такой службе в полиции, как участковой уполномоченной, а гость нашей сегодняшней программы Александр Папанов, заместитель начальника полиции управления МВД России по городу Краснодара. Здравствуйте, Александр Александрович. Ну, поводом, естественно, да, поводом для нашего разговора это является конкурс народный участковый. Прошло уже два этапа, муниципальный и краевой. Впереди нас ждет федеральный этап. Ну и такое радостное событие. Порядка десяти дней назад было объявлено, что лучшим в крае участковым стал участковый из города Краснодара. Это Георгий Орехов. Насколько была серьезная, как бы это правильно сказать, конкуренция на муниципальном уровне? Ну, каждый из отделов полиции выдвигает своих номинантов для того, чтобы участвовать в конкурсе. Проверяется их профессиональная пригодность, физическая подготовка, знание нормативных документов. И потом уже принимается решение, кто будет представлять город Краснодар на краевом конкурсе. Аналогичная работа проводится непосредственно в конкурсе, это краевой отбор, плюс интернет-голосование идет. Соответственно, набравший больше интернет-голосов, победивший в конкурсе профессионального мастерства, будет представлять субъект на федеральном уровне. Ну, то есть, у Георгия Орехова все еще впереди, то есть, он будет уже бороться за федеральное звание. За звание лучшего участкового страны. А если вот вернуться к начальному, к первому этапу, то есть, все участковые, а, кстати, сколько у нас участковых в городе Краснодаре? Количество участковых уполномоченных, у нас штатная численность, 346 штатных единиц на город. То есть, получается, такое серьезное подразделение, одно из, наверное, самых крупных, да, после ППС? Одно из самых крупных норматив, установленный Министерством внутренних дел, составляет 3000 обслуживаемого населения на одного участкового уполномоченного и 1500 на старшего участкового уполномоченного. А, потому что у старшего есть еще какие-то дополнительные обязанности? Да, старший участковый, штатная численность рассчитывается, один старший участковый, на два участковых уполномоченных, он несет за них ответственность и как наставник организовывает их работу. А, то есть, получается тогда, в той логике, о которой вы сейчас говорили, старший участковый уполномоченный, это 3 плюс 3 плюс 1,5, это 7,5 тысяч, это вот то население, которое он должен обслуживать, знать и понимать, что там происходит. Да, в принципе, да. Тогда, все-таки, вернемся к конкурсу. Вот вы говорите, больше 300 человек, это у нас только участковых уполномоченных. Они все там ежегодно принимают участие в конкурсе, если мы говорим на уровне муниципалитета. Или, как вы говорите, каждый отдел, а у нас их 5, если я правильно помню, по городу Краснодару, они вот из этой массы выбирают, ну там, 5 человек и дальше уже мы выбираем, я имею в виду, мы население выбираем лучшего по городу. Существует положение проведения конкурса, там первым в один из условий, это стаж работы в занимаемой должности не менее 3 лет, потом уже выдвигаются кандидаты, ну и, соответственно, наличие дисциплинарных взысканий, отзывы о работе населения, которое он обслуживает, именно по обслуживаемому административному участку, результативность работы, ну, ряд критериев, которые определены непосредственно по ведомству. Ну, тогда давайте немного познакомимся с, что называется, с нашим героем. Мы готовили для выпуска новостей материал о нем, сейчас его вспомним, посмотрим, давайте это сделаем, прошу. Какой он, современный участковый, спокойный, серьезный, готовый прийти на помощь в любую минуту. Они с кинами по фамилии героя советского фильма стали звать участковых. Это они знают чуть ли не всех своих подопечных в лицо, регулярно проверяют особо буйных, наводят порядок в неблагополучных семьях, воспитывают молодежь. Сейчас их уже не зовут, они с кинами фильм забылся, а вот проблемы все те же. И с ними, как и прежде, идут к своему участковому. Алла Ломакина, узнав о конкурсе народных полицейских, голосовала одной из первых. Поддержать своего правоохранителя считает долгом. Болели за Георгия Орехова всей семьей. Погоду в их доме смог стабилизировать именно участковый. У меня муж очень сильно пил и рукоприкладствовал. После общения с Георгием у нас и пить он практически перестал, нормальный стал образ жизни вести, работает. И все хорошо, у нас все наладилось. Спасибо Жоре. Георгий в своем 72-м участке центрального округа свой для всех. В этой профессии мало знает сухую формулировку законов. И Георгий, как и большинство коллег, отчасти психолог. Помогает людям разобраться в той или иной жизненной ситуации, не переступая закон. Работать в полиции было его мечтой. В детстве отец часто брал маленького Жору с собой в отделение на работу. И вот уже 4 года он на страже тишины и порядка в центральном районе. Под его опекой более 3500 горожан. И он, как настоящий супергерой, готов в любое время прийти на помощь. Первое время было достаточно тяжело, потому что масса всяких новых элементов. Помочь каждому человеку, который обратился, помочь качественно выполнить свой долг. Самое важное качество – это тактика умения общения с лицами, с гражданами. Вот это был важный момент – найти общий язык. У Георгия получилось не просто найти общий язык с горожанами. Он делает это лучше всех в нашем крае. И теперь лейтенант Краснодарской полиции Орехов представит Кубань в финале Всероссийского конкурса «Народно-участковый» в Москве. Ну вот здесь в материале прозвучало 72-й, по-моему, да, участок. Он представляет, это самый центр города. Это там в районе даже железнодорожного вокзала, да? Центральная часть города, центральный округ, есть центральная часть города, основная часть всех офисных помещений, которые находятся на территории города. Большая концентрация населения, то есть довольно-таки трудный участок. А опять же, достаточно молодой, там 3,5 года он на участке. Вот такие участки, насколько, скажем так, не страшно ли доверять таким молодым сотрудникам такие серьезные участки? Ну, не страшно доверять, они проходят специальное обучение, получают, то есть одно из самых основных требований к участковому полномоченному, это наличие оконченного высшего юридического образования. Плюс Краснодарский университет МВД Российской Федерации сделал профильное обучение, специализация участкового полномочного. А, то есть, получается, я прошу прощения, что перебиваю. Кузница кадров у нас вот здесь, вот под боком, вот они, пожалуйста, здесь, да? Да, непосредственно на территории города. Вот, то есть вы говорите, есть специальная факультет, специальное обучение, то есть люди добровольно, ну, как бы это правильно сказать? Я просто, опять же, в том числе и с вами мы общаемся не первый раз, я знаю, что профессия участкового, она, ну, очень такая нервная и без выходных, и сутками, позвонить могут в любой момент, не сильно много желающих, или я ошибаюсь? Ну, при профильном обучении в университете каждый из курсантов осознанно выбирает то или иное направление своей деятельности, на которое он рассчитывает, будет работать после получения соответствующего диплома и окончания высшего учебного заведения. Соответственно, выбор осознанный, специализация предусматривает более глубокое изучение ряда дисциплин и непосредственно психология общения с гражданами. То, что уже упомянул Орехов, это непосредственно постоянное общение с гражданами. А вот мы сейчас говорим о возрасте, да, что достаточно молодой, а вспоминая того же самого Анискина, да, я помню этот фильм, он достаточно взрослый, да, там у него, по-моему, даже подполковник у него был звание, или майор, я вот сейчас, майор, да, по-моему, был. Ну, то есть, как бы, это взрослый человек, которому уже там, ну, за полтинник точно. А если мы говорим о краснодарских участковых, вот если взять, у нас есть вот такие примеры, когда человек, ну, это называется всю жизнь на одном месте? Ну, у нас в прикубанском отделе полиции был участковый уполномоченный Тыщук, который после того, как достиг предельного возраста нахождения на службе, заключал с Министерством внутренних дел контракт и также проходил службу в органах внутренних дел на вольной наемной должности. Ну, и примерно возраст там, ну, чтобы так понимать. За 60. И он вот за 60, он был полиции? Общался с гражданами, не имел специального звания, был, но работал именно на административном участке, общался с гражданами. В настоящее время средний возраст участковых около 35 лет, ну, это не значит, что они там все от 20 до 35 лет. Есть 50-52 года, то есть уже умудренные опытом взрослые люди, которые непосредственно постоянно общаются с гражданами, передают свой опыт общения с гражданами тем, кто только пришел после учебного заведения. А вот если вернуться в начало программы, да, когда вы сказали, что есть еще должность там помимо участкового, есть еще старший участковый, да, я прекрасно понимаю, что, ну, это какой-то определенный статус, ему нужно там как-то, да, до этого дорасти. Понятно, что не через три года после окончания вуза ты становишься старшим участковым. То есть вот этот вот некий институт наставничества, он тоже присутствует, да, то есть старший участковый, как, ну, я не знаю, как отец родной, который может научить, пожурить, передать опыт? Ну, институт наставничества это после выпуска из учебного заведения, либо приема из гражданского учебного заведения в систему Министерства внутренних дел, за каждым вновь принятым сотрудником закрепляется наставник, который обязан его воспитывать в определенной мере, рассказывать, учить. Закрепляется он сроком не менее, чем на один год. А старший участковый это уже тот наставник, который показывает постоянно, ежедневно организацию работы, контролирует, подсказывает, где-то выходит совместно для проведения какого-то действия, для проверки заявления поступившего от гражданина непосредственно с участковым. На каждого, у нас весь город поделен на 47 территорий участковых пунктов полиции. То есть старший участковый это вот объединяет там 5-7 участковых и непосредственно несет ответственность за определенный микрорайон. Помимо того, что он выполняет свои функции по обслуживанию населения, плюс еще 5-6 участковых уполномоченных, за которых он несет ответственность, координирует деятельность, может где-то перераспределяет нагрузку по каким-либо заявлениям, сообщениям с гражданами. То есть это, можно сказать, микроначальник своей территории, обслуживаемого в обязательном порядке, знает и обязан уметь все разрешить все проблемные вопросы, которые есть на территории. Ну вот опять же, мы с вами не первый раз встречаемся в этой студии, такой традиционный вопрос, я спрашиваю про девушек, я спрашиваю про женщин, если мы говорим про участковых. Я узнал, что в ППС, где считается очень тяжелая служба, там есть девушки служат, среди участковых есть представительницы слабого пола? Есть женщины, которые непосредственно проходят службу в подразделении участковых уполномоченных. Замечаний по их работе нет. А когда мы тогда уже начнем девушек выдвигать на конкурс на народные участковые, я как-то не встречал фамилии, или я могу ошибаться? Ну в этом году не выдвигали, следующий год будет выдвинут кандидат. А кстати, конкурс-то уже проходит не первый год, он уже имеет определенную историю, мы в этой студии рассказывали в том числе и про наших участковых, которые побеждали и в городе, и в крае. Много ли у нас в крае побед, есть ли победы на федеральном уровне, или мы сейчас только ждем? На федеральном уровне мы не занимали призовые места, на региональном уровне по становлению законодательного собрания Краснодарского края признавался. У нас дважды сотрудники подразделения участковых управления внутренних дел лучшими по профессии на территории края, выписывалась соответственно там определенная денежная премия, и выделялся постановлением ЗСК служебный автомобиль непосредственно тому участковому, который победил конкурс. Вот здесь надо подчеркнуть служебный автомобиль. Служебный автомобиль и именно тому участковому, кто победил в конкурсе. Александр Александрович, а если вернуться к работе участковых, а есть, скажем так, какая-то определенная разница, в каком районе, в каком округе полицейский? Где-то получше или где-то посложнее, где-то поменьше? И насколько современные средства, тот же самый безопасный Краснодар может помочь в работе участковых? Ну, выделить какой-то определенный район, где сложнее работать, но пока на территории города нельзя. Город развивается, растет, соответственно, население увеличивается. Население увеличивается у нас за счет прироста в Прикубанском округе и в Карасунском округе. В то же время в центральной части города, западной и центральной округа, то есть это самая большая концентрация населения в рабочее время, миграция через центральную часть города, вся офисная часть, которая тоже самое порождает большое количество заявлений и сообщений, которые необходимо рассматривать. Для того, чтобы обеспечить технические средства участковыми, безопасный город в определенной мере помогает его развитию к тому, чтобы доводить гражданам о том, что если даже здесь не присутствует сотрудник органов внутренних дел, территория находится под контролем и в случае совершения правонарушения сотрудник органов внутренних дел туда прибудет, в дальнейшем будет иметь доказательственную базу для при рассмотрении материала. Еще тогда, если позволите, небольшое видео, мы не ограничимся вот этим интервью или видео, которое смотрели освещением конкурса «Народный полицейский». Сейчас к эфиру готовится программа Дмитрия Пономарева непосредственно с Георгием Ореховым и программа выйдет 30 октября в 19.40 на нашем канале. Кстати, советую посмотреть. Дмитрий любезно нам два вопроса из своей программы вырезал и даст возможность сейчас посмотреть. Давайте посмотрим. Прошу. Насколько осознанный был выбор вашей именно службы в полиции и, может быть, от кого-то был какой-то совет? Вот об этом расскажите, пожалуйста. В полицию я пошел по стопам своего отца. Он меня всю жизнь отдал органам внутренних дел. С детства мечтал, хотел стать сотрудником милиции, сейчас полиция. И действительно стал работать, служить. И мне это понравилось. Понравилось помогать людям. Видимо, одна из самых любимых книжек в детстве была как раз-таки «Дядя Степа», да? Да, да, да. Возможно. Да, да. Ну, безусловно, в кино все приукрашено всегда. К тому же и Анискин, и участок, служба проходила в деревне. Вот. А у нас город. Здесь жизнь бьет другим ключом. Все активнее. Еще раз напомню, это был фрагмент программы «Город. Точка зрения». Вы сможете увидеть ее в эфире 30 октября в 19.40. А если продолжить, Александр Александрович, ну вот было сказано Георгием, что он пошел служить в полицию по стопам отца. А вообще, насколько для города Краснодара, ну это вот такая традиция, когда есть некие семейные династии, если можно так говорить, да, есть вот такая семейная преемственность? Или это все-таки в большей степени исключение, нежели правило? Нет, есть преемственность. Нельзя сказать, что это там 100% личного состава. Ну, процентов 10 личного состава. Кто-то из близких родственников работал в системе Министерства внутренних дел, видел профессию изнутри. И, соответственно, после окончания школы принимали решение идти учиться либо на юридический факультет, либо в специализированное учебное заведение. А вообще, если говорить, насколько вот сейчас, опять же, я там могу вспоминать свое детство, да, наверняка там вот там и про дядю Степу вспоминали, и про Аниськина того же самого, да, очень много. Тогда, ну, служить в милиции, это было достаточно престижно. И фильмы снимались, да, и показывалась полиция не так, как сейчас. Сейчас много людей, много к вам приходит там молодых людей или тех же самых девушек, которые говорят, я хочу служить в полиции, дайте мне направление, я пойду там в наш университет, или тоже в Волгоград, или там, я не знаю, где-то в гражданские вузы, потом приду работать в полицию. Ну, все направления, которые по разнарядке поступают от каждого учебного заведения на управление города Краснодара, они востребованы. На конкурсной основе проводятся предварительные экзамены по сдаче физической подготовки для того, чтобы тот молодой человек, который, да, претендент, который пойдет поступать, непосредственно уже имел соответствующие навыки для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение. То есть критерии оценки довольно-таки большие, это и физическая подготовка, и состояние здоровья, то есть все направления, которые мы выдаем, они востребованы. И довольно-таки большое количество молодежи приходит и за направлениями для поступления в высшие учебные заведения, и, соответственно, для трудоустройства по окончанию гражданских высших учебных заведений. Я вернусь, все-таки, ну, понятно, говоря об участковом, уйти далеко от Анискина практически невозможно. Мне кажется, это вот такой действительно, ну, такой идеал, да, но тем не менее. А насколько Анискин, образ его, да, соответствует современному образу участкового, уполномоченного? Насколько, скажем так, как бы это так сказать, нужно современному полицейскому, современному участковому быть похожим на Анискина? Ну, образ Анискина формировался очень давно, жизнь шагает вперед, и, соответственно, в этот образ должны вноситься определенного рода корректировки. Плюс, как сказал победитель краевого конкурса о том, что работа в сельской местности, она откладывает определенный отпечаток на граждан и, соответственно, на сотрудников. То есть, другое формирование правосознания. В городе здесь все, оно и динамичнее количество поступающих заявлений, сообщений граждан намного больше. Необходимо находить тот нужный вариант общения с гражданином, потому что участковый он обслуживает хотя бы вроде как небольшое количество, 3-3,5 тысячи населения. Но на этом участке может проживать, грубо говоря, от какого-то социального человека до высших должностных лиц. То есть, с каждым надо выбрать уровень, то общение, которое не будет затрагивать, и оно должно с каждым гражданином быть единым. Рассмотреть поступившее заявление и принять по нему правильное законное решение. Ну тогда, вот вы сейчас сами сказали, что да, есть разница между работой в сельской местности и работой в городе. Но вот, опять же, чтобы недалеко уходить от образа Анискина, я больше чем уверен, что если бы он надумал, а по-моему, там даже был эпизод в фильме, когда он там собирался куда-то уехать и так далее, а там вот селяне встали, сказали, нет, зачем нам ничего вот это самое. Для города, допустим, для городской территории, для городского участкового, насколько вот такая ситуация может быть типичной, да, или там, можно ли в городе рассчитывать, что если это хороший участковый, если он там активно работает, что его будут там все знать и за него там встанут горой? Есть такие примеры, когда участковый пять и более лет обслуживает одну и ту же территорию, и когда поднимается вопрос о том, чтобы перевести его на более тяжелый участок, граждане приходят, а участковый просто обязан проводить схожих граждан и отчитываться перед населением, граждане приходят к руководству управления и просят не трогать участкового. Это наш участковый? Да, это, грубо говоря, сразу поясняют, это наш участковый, мы с ним имеем очень хороший контакт, длительное время общаемся, нас он устраивает, и, соответственно, руководство управления идет навстречу, потому что все вопросы, которые возникают, в дальнейшем могут возникнуть, если перевести на другой участок, они выльются в негативный характер. Участковый остается, работает на своем месте пять, шесть, там, есть десять и двенадцать лет, которые не уходят со своего административного участка. То есть, получается, мы, граждане, в том числе, тоже можем как-то повлиять на то, каким будет наш участковый, кто будет наш участковый и каким он будет? В обязательном порядке, потому что вся работа участкового строится только для того, чтобы граждане были довольны его работой, чтобы он принимал, рассматривал и принимал обоснованное законное решение по тем материалам, которые он рассматривает непосредственно, по всем заявлениям и сообщениям с обслуживаемой территорией. Вот здесь совершенно понятно, да, что нам легче на что-то пожаловаться или нам легче кого-то поругать, ну, так устроен, да, мы так все устроены. А часто ли к вам, там, не знаю, как заместитель начальника, как человек, который отвечает, в том числе, за работу участковых, поступают какие-то такие обращения от граждан, когда участковых хвалят, когда говорят, вот какой у нас молодец? Есть, приходят по почте, в обычный письмо, ну, поскольку сейчас развиваются электронные документы, оборот, достаточно большое количество электронных обращений от граждан, о том, что участковый тот или иной принял заявление, объективно, правильно рассмотрел, проблема разрешена, просим поощрить, повысить по службе, там, ну, и граждане высказывают свои пожелания, какие бы они хотели видеть. Ну, это радует на самом деле. Спасибо большое, Александр Александрович, что пришли и ответили наши вопросы. Уважаемые телезрители, напомню, еще раз, мы сегодня говорили о конкурсе народной участковой, еще раз напомню, что федеральный этап, голосование федерального этапа стартует с 1 ноября и закончится 10-м. В этот срок я советую всем принять участие в голосовании и проголосовать за нашего участкового, Георгия Орехова. Гостем нашей сегодняшней программы был Александр Попанов, заместитель начальника полиции управления МВД России по городу Краснодару. Спасибо еще раз большое. Ну и прежде чем попрощаться, напомню, каждый четверг на нашем сайте tvkrasnodar.ru мы выкладываем тему наших ближайших программ, вы можете оставлять свои вопросы, и они обязательно прозвучат в эфире. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»